Добрый день, друзья! Сегодня мы затронем проблему, которая может коснуться каждого – заражение паразитами. Головная боль и депрессия, быстрая утомляемость, сыпь на коже, расстройство пищеварительной системы. С этим и не только может столкнуться человек, если в его организме заведутся глисты. Проявляя высокую активность, они могут значительно навредить нашей иммунной системе и, как следствие, увеличить вероятность развития многих болезней. Современная медицина борется с глистами вполне успешно, однако в пичканье себя лекарственными препаратами и в дополнительной нагрузке на печень хорошего мало. Кроме того, существует большая вероятность, что лекарственному препарату не удастся избавить человека от гельминтов полностью. Как же поступить в данной ситуации, спросите вы? Очень просто – использовать натуральные продукты, которые не позволят глистам завладеть организмом и принесут существенную пользу вашему здоровью. В этом видео мы расскажем о чудо-продуктах, которые считаются самыми эффективными помощниками в борьбе с паразитами. Но вначале рассмотрим, при каких симптомах вы можете заподозрить, что у вас в организме появились непрошенные гости. Как показали исследования, сегодня в мире насчитывается более 200 видов паразитов, причем далеко не все из них обитают в кишечнике. Часть глистов могут проникать в мышечные ткани, легкие, кровь и печень. Бывали случаи, когда гельминтов обнаруживали в глазах у людей. Признаки заражения Специалисты утверждают, паразиты в организме могут существовать годами, и не всегда человек сразу способен заметить их присутствие. Со временем гельминты создают многочисленные колонии, а их воздействие на организм достигает критического уровня. Чтобы не допустить такого поворота событий, не игнорируйте сигналы, которые подает вам ваш организм. Пройти обследование и сдать анализы на наличие паразитов крайне желательно, если вас беспокоят неприятные ощущения, зуд и покраснение в области ануса, снижение аппетита, регулярные боли в желудке, тошнота, вздутие и газы, необъяснимое снижение веса, анемия и бессонница. Если проблема с глистами действительно появилась, попробуйте пересмотреть свой рацион. Включите в меню продукты, которые могут помочь избавиться от гельминтов. Острая пища. Чеснок, лук, горчица и хрен. Вот чего паразиты боятся больше всего. Если вы будете регулярно съедать немного жгучих продуктов, сможете не только избавиться от глистов, но и предотвратить их появление. Например, чеснок и лук содержат алицин – вещество, которое эффективно борется с аскоридами, лямблиями и прочими гельминтами. Пряности. Отрицательно влияют на паразитов и некоторые пряности. Гельминты не могут активно развиваться и воздействовать на организм при попадании в него тмина, имбиря и корицы. Кстати, последняя продолжает оказывать противопаразитарный эффект даже после тепловой обработки. Каенский перец. Эта весьма острая пряность пришла к нам из азиатской и мексиканской кухни. Она обладает целым рядом полезных свойств, укрепляет иммунитет и не позволяет микроорганизмам и паразитам задерживаться в нашем организме. Барбарис. Чтобы избавиться от паразитов, можно использовать любые части этого растения. Нередко хозяйки применяют в приготовлении высушенный и перемолотый корень барбариса. Он придает блюдам приятный вкус и параллельно приносит большую пользу нашему здоровью. Гвоздика. Плоды этого растения могут ликвидировать не только личинок паразитов, но и их яйца, тем самым не допустив распространения глистов. А еще они неплохо справляются с выводом из организма вредных веществ, образовавшихся в результате деятельности гельминтов. Гвоздика способна ликвидировать ленточных и простейших червей, очистить организм от бактерий, грибков и вирусов. Кардамон. Для избавления от глистов нужно использовать семена этого растения. Они оказывают противопаразитарное действие не только в кишечнике, но и в нервной, дыхательной системе и в системе кровообращения. Кунжут. Семена этого растения обогащены уникальными маслами, которые оказывают воздействие на кожных паразитов. А еще этот продукт помогает избавить от гельминтов дыхательную, пищеварительную и урогенитальную системы. Душица. Обычно на основе этого растения, а точнее его надземной части, собранной в период цветения, готовят полезные чаи или отвары. Их регулярное употребление позволяет человеку избавиться от плохих бактерий и большинства простейших. Лавровый лист. Привычная нам лаврушка тоже может помочь избавиться от глистов. В листьях и семенах растения содержится большое количество ароматических масел, обладающих сильнейшим противопаразитарным действием. Семена фенхеля. Семена этого растения борются с глистами в нервной, пищеварительной и мочевыделительной системах. Чтобы избавиться от гельминтов, принимайте семена фенхеля после очередного приема пищи по одной чайной ложке. Для дополнительного эффекта вы можете выбрать один из действенных рецептов. Для избавления от глистов в пищеварительной системе употребляйте семена фенхеля, тмина и кориандра, смешанные в равных пропорциях. Для ликвидации гельминтов в мочевыделительной системе применяйте смесь семян фенхеля и кориандра из расчета 1 к 1. Перечень специй и пряностей, обладающих сильным противопаразитарным эффектом, этим не ограничивается. Чтобы забыть о глистах, вы можете использовать в приготовлении пищи кинзу, куркуму, черный и душистый перец. Петрушка и укроп. Петрушка помогает нам бороться с гельминтами в крови, мышцах, плазме и пищеварительной системе. Растение быстро расправляется с паразитами, которые активизируются при переутомлении нашего организма или влиянии на него негативных факторов окружающей среды. Укроп способен избавить от паразитов нашу печень, поджелудочную железу, кожу и пищеварительную систему. Тыквенные семечки. В состав этого продукта входит кукурбитин – вещество, которое действует на глистов угнетающе. Больше всего его содержится в оболочке семечек. Съедая их понемногу, вы сможете в разы снизить активность паразитов и добиться их вывода из организма. Куркубитин парализует гельминтов и не позволяет им закрепиться в кишечнике. Морковь. Привычный и любимый многими овощ обогащен витамином А, который необходим для нашего здорового зрения. Но в моркови содержатся еще и немало клетчатки, помогающие наладить пищеварение и выводящие глистов из организма. Одинаково полезно употреблять как сырой овощ, так и сок, приготовленный на его основе. Брокколи. Этот вид капусты обогащен теолом – веществом, которое, по мнению ученых, обладает эффективным противогрибковым и противопаразитарным действием. Клюква. Эта кислая ягода тоже помогает побороть недомогание. Чтобы избавиться от паразитов, клюквенный морс желательно употреблять в натуральном виде без использования сахара. Ежевика. Ягоду с давних времен рекомендовали регулярно есть людям, которые заразились гельминтами. Цитрусовые. Хорошей профилактикой от паразитов станет регулярное употребление цитрусовых. Активные вещества, содержащиеся в лимонах, апельсинах, грейпфрутах и т.д. не позволят глистам проникнуть в ваш организм. Ананас. Скорее всего, вы не знали, что этот экзотический плод способен стать отличным препаратом от глистов, в частности, ленточных червей. Съедая немного фрукта ежедневно, вы быстро добьетесь того, что паразиты покинут ваш организм. Папайя. Не такой уж распространенный продукт в нашей стране. Тем не менее, именно этот фрукт рекомендуют употреблять для действенной борьбы с паразитами. Он не только отлично справляется с проблемой, но и помогает наладить пищеварение и восстановить работу желудочно-кишечного тракта после пребывания в нем непрошенных гостей. Кокос. Тоже довольно редкий продукт на наших столах. При этом именно кокос почти наполовину состоит из лауриновой кислоты или насыщенных жиров. Перерабатывая эти вещества, наш организм вырабатывает уникальный компонент, который уничтожает вирусы, плохие бактерии и паразитов, появившихся в кишечнике. Миндаль. Регулярно употребляя миндаль, вы сможете не только предотвратить размножение паразитов в организме, но и не допустить последующее заражение ими. Продукт обогащен жирными кислотами, которые активно борются с паразитами, оказывают успокаивающее действие на организм и устраняют раздражение желудочных стенок. Имбирь. Этому продукту специалисты тоже приписывают противопаразитарные свойства. Кроме того, имбирь помогает наладить пищеварение и вывести из организма вредные вещества и токсины. Яблочный уксус. Если вы будете употреблять немного яблочного уксуса перед очередным приемом пищи, сможете уберечь себя от личинок гельминтов, которые могут находиться на продуктах питания, утверждают специалисты. Дополнительные советы. Обратите внимание на то, что вы в разы снизите противопаразитарные свойства перечисленных продуктов, если не пересмотрите свой рацион питания. Во время лечения от гельминтов специалисты не рекомендуют людям употреблять рафинированные сахара и простые углеводы. При глистной инвазии постарайтесь исключить из меню мучные изделия, пищу с повышенным содержанием крахмала, свежее молоко и мясо. Все эти продукты будут способствовать активному размножению паразитов в организме. В этот же период не стоит употреблять алкоголь и кофе, отравляющий организм. Помните, что организм сильнее всего подвержен заражению глистами в период сильного ослабления иммунитета, поэтому старайтесь постоянно поддерживать свою иммунную систему. Следите за чистотой своих рук, постельного и нижнего белья, продуктов, которые вы употребляете. Это в разы снизит вероятность заражения паразитами. Надеюсь, в этом выпуске вы узнали что-то важное и полезное для себя. Если да, то ставьте лайк и делитесь этим роликом с близкими и родными. Проявляйте заботу о себе, не позволяйте паразитам завладеть вашим организмом и будете здоровы!